Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Павел Белявский. Как всегда в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей. Расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Результаты работы народно-хозяйственного комплекса за 9 месяцев текущего года. В Бресте состоялось октябрьское заседание областного исполнительного комитета. День автомобилиста традиционно отмечается в Беларуси в последние выходные октября. Кто они, мастера дорожной передовой? Знаменитые исполнители в Бресте. Город над Бугом посетила популярная российская группа «Звери». Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Вопросы, касающиеся социально-экономического развития региона в текущем году, были обсуждены в ходе октябрьского заседания Брестского областного исполнительного комитета. На повестке дня – состояние народно-хозяйственного комплекса, сбор и переработка вторичных сырьевых ресурсов, а также эффективность работы, проводимой по обращениям граждан. Почему за 9 месяцев промышленники Брещена не нарастили необходимый темп производства продукции? Кого и как можно и нужно стимулировать при сборе вторсырья? И почему открытый диалог населения и власти – необходимая форма работы? На все эти вопросы ответ в первом материале выпуска. За 9 месяцев текущего года на Брещене в полном объеме были выполнены такие целевые и индикативные прогнозные показатели, как номинальная начисленная заработная плата, уровень волового регионального продукта и энергосбережение. Результаты работы за третий квартал позволяют говорить и о хорошей динамике под тем показателем и заданием, которые пока не достигли необходимого уровня. В третьем квартале по сравнению с результатами первого полугодия наблюдалась положительная динамика роста по большинству объемных показателей. Так, индекс физического объема промышленной продукции вырос за кварталом на 0,2% пункта. Однако отставание от прошлого года пока сохраняется в центре 99,4%. На 0,8% пункта вырос темп роста производства валового продукции сельского хозяйства в сельхозорганизации. Положительная динамика отмечается по наращиванию экспорта товаров и услуг. На 2,8% выполнены задания 9 месяцев по годовой структуре жилья. С учетом данных тенденций, валовой региональный продукт области за 9 месяцев вырос на 2,2%. Однако, если смотреть в разрезе отдельных районов и отраслей, то агропромышленный комплекс области сработал очень неровно. Аграриям удалось выполнить все задания по производству сельхозпродукции, а вот промышленность пока находится, образно говоря, в зоне турбулентности. Ни одной областной организации, а также администрации СС не обеспечены решения поставленных задач по наращиванию темпов производства товаров и их экспорту за рубеж. Высокий уровень складских запасов и закредитованность также отрицательно сказались на финансовой ситуации. По итогам января августа отрилизации продукции получено 46,4 триллиона рудные выручки и всего 110% к прошлому году. Я уже называл индекс объема по промышленности переводной составляет 112,2%. При этом рост себестоимости составил 12,5%. В результате прибыль отрилизации продукции по сравнению с прошлым годом увеличилась незначительно 6,7%. Если переведем в сопоставимые, будем говорить о том, что она снизилась почти в два раза. Витаминность продаж составила 6,1%. Чистый убыток получили 110 предприятий промышленности или 36,4% общего количества. Общая сумма убытков промышленности превысила 647 миллиардов рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 18%. Причину такого положения дел немало. Объективное снижение курсов белорусского и российского рублей, субъективное бездействие и безхозяйственность руководителей. Далеко не каждый управленец старается изменить ход сложной ситуации, подвергая опасности не только предприятий, но и его сотрудников. А потому кадровый вопрос неоднократно поднимался за время проведения заседания. Уже в конце концов надо нам давать оценку и самим себе, я отобращаюсь к руководителям гороизполкомов, но давать оценку уже вам тем руководителям, которые работают у вас, у подчинений, начинать с заместителей и кончая всеми теми промышленными предприятиями, переработкой, агропромышленным комплексом, который находится в каждом вашем регионе. Уже дальше вступать некуда. Как зарплату накручивать себе, так накручивать зарплату некоторые руководители промышленных предприятий выше всяких норм и разумных пределов. У нас многие предприятия, руководители предприятий как-то замылили свои глаза, ссылаясь на какие-то объективные причины. Я думаю, это неправильно. Слишком затянулась наша работа и проблема, и объяснение. И что хотите, как хотите это называть, в некоторых коллективах и в объяснениях некоторых руководителей предприятий. Второй вопрос заседания был посвящен проблеме раздельного сбора вторичных ресурсов. За 9 месяцев текущего года в населенных пунктах Брестской области собрано более 320 тысяч тонн твердых бытовых отходов, из которых извлечено чуть более 100 тысяч тонн вторсырья. По сравнению с прошлым годом динамика положительная, однако планы по заготовке бумаги, картона и отходов стекла, равно как и госзаказ, по ним не выполняются. Выполнение годового государственного заказа, слайд 3, за 9 месяцев текущего года по отходам бумаги составляет 68,3%, по отходам стекла 95,2%. Неудовлетворительно выполняет госзаказ по отходам бумаги 9 районов и Брестоблресурсы, по отходам стекла 9 районов и город Пинц. Низкая вовлеченность юрлиц в процесс сдачи, недостаточность контейнеров, площадок для раздельного сбора, перегрузочно-сортировочных станций, а также приемных пунктов. Основные причины – тормозящие процесс эффективной работы в данном направлении. Все они решаемы, однако требуют усилий, как со стороны жилищно-коммунальных служб, так и со стороны представителей власти. Заинтересованность в раздельном сборе мусора должна быть и у населения. Если человек не осознает степень ответственности за экологию, может быть, стимулирование рублем пойдет на пользу. Сегодня разрабатываются меры по созданию экономических стимулов при сборе и утилизации твердых бытовых отходов. Надо посмотреть на стимулирование, вы вносите предложения обязательно, чтобы где-то человека могли заинтересовать. Может, даже и то, что вы предлагали, что вот если это микрорайон, или, ну да, микрорайон, где общая площадка какая-то дворовая, там вот за счет этой экономии, которую мы заработаем, вложить эти деньги немного в это предприятие, но оно будет немножко безлично, но это будет лучше, потому что я согласен, что у нас очень дешево обходится вот утилизация этой сырье. Человек просто не заинтересован в этом. Но мы должны с тобой это сделать, чтобы заинтересовать. Эффективность решения проблем граждан, обращающихся к представителям власти. Третий вопрос, рассмотренный на прошедшем заседании. Особое внимание – выполнению так называемых наказов, которые были сформированы для народных избранников в преддверии и после выборов 2010 и 2012 годов. Люди должны знать о том, как продвигается процесс по решению той или иной проблемы, быть в курсе происходящих в регионе событий, а для этого просто необходим открытый диалог. Все мы понимаем, что существует немало острых вопросов и проблемных ситуаций, которые не нужно замалчивать. Если решение их возможно в ближайшей перспективе, нужно обязательно об этом говорить. К примеру, сохраняется необходимость строительства «Еслийсада» и школы в квартале Западной города Береза. В Стоинском районе планируется строительство четырех детских садов, в том числе «Еслийсада» на 75 мест в деревне Городичи. Нужны новые детские сады в городах Иваново и Копли. Необходимо также вести развитительную работу среди населения, объясняя людям изменение обстоятельств и целесообразность выполнения взятых властью ранее обязательств. Например, в план мероприятий было включено строительство пристройки на три группы в детском саду в школе Агрогородка Люсина Гранцемического района. Но в настоящее время оно не требуется, так как обеспеченность местами в этом учреждении достаточная. Причем по данному сельскому совету отмечается снижение рождаемости. Я хотел бы, чтобы мы вот то решение, которое будем принимать, конечно же, сделали ревизию. То, что нам и не сделано, и определиться конкретно. Если это еще актуальность не потирала, тема или проблема, чтобы мы определились, когда мы будем ей заниматься. И об этом потом сказали о наших планах, например, еще в этом году, именно, может быть, про подведение итогов, как раз, вот когда информационная группа увидит выезжать уже по итогам года или в преддверии окончания года, об этой теме мы должны эту тему обговорить с людьми. На прошлой неделе глава государства Александр Лукашенко потребовал от чиновников обратить особое внимание на работу с людьми и предостерег от формализма при рассмотрении обращений граждан. А потому всем тем, кто сегодня находится у руля власти, начиная с высших должностных чинов и заканчивая сельскими советами, следует понять данный наказ и принять его как руководство к действию. В эти выходные автомобилисты отмечают свой профессиональный праздник. Для них машины стали незаменимы и с каждым годом их становится все больше. Автомобили превратились в скоростной вид транспорта, благодаря которому сегодня можно преодолевать огромное расстояние за небольшой промежуток времени и добираться в самые недоступные уголки мира. Вместе с увеличивающимся числом автомобилей возрастает и число профессий, обслуживающих железных коней, а также тех, кто обучает вождению. Важно помнить о том, что на их плечах большой груз ответственности сформировать настоящего профессионала. Об одной из таких организаций подробнее в материале Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Управление автомобилем это переход к новому этапу жизни, уверены сотрудники частного учебного центра имени Карбышева. Учреждение осуществляет подготовку и переподготовку водителей механических транспортных средств самых разных категорий. Хорошие подспорья для этого укомплектованы материально-техническая база и талантливые педагоги, которые стремятся к постоянному совершенствованию образовательной системы. Основное направление это подготовка водителей. На сегодняшний момент занимаются у нас 24 группы, это порядка 700 человек на потоке. У нас имеются филиалы в городе Жабенко, сейчас открываем филиал в Ольшанах. Основная подготовка конечно здесь сосредоточена в городе Бресте. Как из вчерашних пешеходов сделать настоящих водителей знают инструкторы по вождению. На их плечи ложится большая ответственность. За сравнительно небольшой промежуток времени подготовить хорошего водителя, умеющего не только маневрировать, но и принимать правильные решения в нужный момент. О том, что стоит за словом наставник, Иван узнал всего год назад. Из сферы торговли мастер производственного обучения Лебедевский с удовольствием перешел работать в центр, где сегодня учит о замвождении начинающих водителей. Очень давно работаю с людьми. На прошлой работе работал с людьми. И общение с людьми мне нравится. И из-за этого продолжаю как-то вот так вот получается. Но здесь неинтересно, конечно, здесь совсем другое. Общение переходит в практику и порой это доводит до каких-то там нюансов. Но мы это все дело конечно пресекаем, смотрим за дорогой и так далее. Потому что по-другому нельзя. Иван Иванович в структуре уже не одно десятилетие. Несмотря на то, что вечером у него по расписанию занятий нет, герой нашего сюжета как любящий по-настоящему свое авто. Хозяин готовит к завтрашнему рабочему дню. Ведь, как говорят, какая машина такой владелец. Профессию мастера сегодня Иван Иванович считает своим жизненным призванием. С удовольствием помогает молодым коллегам. Считает, что его задача делиться своим большим опытом. Тогда и аварий на дорогах Брещины будет меньше. Хочется отдать тот опыт, который я за столько лет приобрел. Хоть если бы хотя бы четверть люди забрали того, что я умею, на дорогу было бы более свободно. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Виктор Халявка, Антон Луговкин специально для итоговой программы. А сейчас поговорим о представительницах прекрасного пола за рулем. Женщины стали рассекать по просторам автодорог относительно недавно. И тот факт, что леди заняли исконно мужскую сферу, вызвал неоднозначную реакцию усильного пола. Одни выдумывают множество анекдотов и баек, которые представляют женщину-водителя самой большой опасностью на дороге. Другие, наоборот, называют их украшением автострад. Так или иначе, машины с туфелькой на заднем стекле автомобиля медленно, но верно заполняют транспортные артерии городов. Более того, сегодня леди садятся за руль не только легковых, но и грузовых машин. В канун Дня Автомобилиста наша съемочная группа отправилась в город Кобрин с целью познакомиться с Людмилой Харламовой, единственной в стране дамой, которая управляет ничем иным, как огромным мусоровозом. Что сподвигло героиню нашего следующего сюжета сесть за руль Маза, узнайте из сюжета Виктории Драгобецкой. Прическа, макияж, высокие каблуки. К приезду нашей съемочной группы Людмила Харламова подготовилась основательно. Сначала даже не верилась, как эта хрупкая на первый взгляд барышня сможет крутить, мягко говоря, не самую маленькую в диаметре баранку, баранку Маза. Однако Людмила вмиг рассеяла все сомнения. Легким движением женщина забралась в грузовик и завела мотор. Запах духов и чистота первое, на что обращаешь внимание, очутившись в салоне огромного мусоровоза. Длядя на то, как виртуозно Людмила управляет крупногабаритным авто, вопрос возник сам собой. Как ей, заботливой жене, маме двух детей и просто женщине пришло в голову сесть за руль грузовой машины. Вообще водителем я мечтала стать но в декретном отпуске, когда я сделала вторым ребенком, я все-таки загорелась этим желанием, что я все-таки хочу и я, наверное, стаду. Я в декретном отпуске отучилась на С-категорию. В декретном отпуске я вышла, я пришла в ЖКХ работать водителем. За этот период времени, что в ЖКХ работаю уже год, я уже получила первый класс водительства. Такие мечты сбываются. Кстати, Людмила третий представитель семи Харламовых, который сел за баранку мусоровоза. Продолжатель семейной династии гордо говорят муж Дмитрий и Сокор Владимир Харламовы. Мужчины, которые сами того не зная, утвердили нынешнюю хозяйку многотонной махины в решении стать им надежной напарницей. Если поначалу родные были в шоке от такой новости и не очень верили в успех этой идеи, то сегодня муж и Сокор в один голос твердят, что Людмила на своем месте. Ну, было страшновато первое время, конечно, ее на такую большую машину садить, но она изъявила желание. Как говорится, нашла себя. Да. Она многие работы пробовала, но не лежала душа. Вот к технике легла душа. То есть вы считаете, что она на своем месте? На своем месте. Я за ее горой. Наверняка многие телезрители давно уже возник вопрос на предмет того, как местные жители реагируют, когда видят за рулем тяжеловоза женщину. Ведь это явление редкое не только для города, но и для всей страны. Наша героиня лишь усмехается. Отношения у всех разные. Сколько людей, столько и мнений. Кто говорит, молодец, кто в шоке, кто как. Подходит в основном, дают большинство вопросов. Это же не женская работа, работать водителем. А я считаю, что каждый человек на свою работу должен ходить как на праздник. Если человеку нравится, почему бы ему не работать там, если бы он хочет. С появлением очаровательного женского образа в суровом мужском царстве многое изменилось. Работники стали сидеть не только за своим внешним видом, но и речью. Количество крепких выражений в присутствии молодой леди резко снизилось. Да и брать в руки бритву с расческой мужчины стали заметно чаще. Гордость у нас наш водитель Харламова Людмила. Работает у нас год. Работаем мы ей очень довольны. Она, ну что ни скажешь, выполняет все чисто, вовремя. Никаких нареканий к этому водителю у нас нет. Могу сказать, даже с ее приходом в наш, так скажем, водительский мужской коллектив очень много стало радости, улыбок. Ребят это очень подстегивает, потому что женщина работает, ребята не хотят отставать. Я хожу на работу с желанием, с удовольствием. Для меня, мне кажется, если меня даже разбудить в любое время суток, я соберусь быстренько и приеду на работу, потому что мне нравится. Мне это нравится, работа. А что еще для вас ваша машина? Ой, это моя ласточка. Сегодня коллег по баранке грузовика у Людмилы в Европе всего лишь 1%, а в странах Северной Америки 5%. В свою очередь Великобритания, Франция, Швеция и некоторые другие страны все же стараются трудоустроить побольше женщин-водителей грузовиков. Самое интересное, что леди за рулем тягача реже попадают в аварии, чем мужчины в силу более осторожного поведения на дороге. Появятся ли у Людмилы Хрламова единомышленницы в Синекой, вопрос риторический. Однако то, что такие женщины безусловно станут настоящим украшением не только многотонной махины, но и дорог, факт неоспоримый. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин специально для итоговой программы. На Брещину пришла погодная осень, с заморозками, ярким, но уже не согревающим солнцем, дождями и мокрым снегом. Большинство из нас эту пару года не сильно жалуют. Однако не зря именно осень вдохновляла и вдохновляет многих писателей, поэтов, художников и музыкантов. Яркие листья, морозный свежий воздух, искрящийся иней – это далеко не все подарки природной кудесницы, которые нужно только уметь разглядеть. А для сохранения приятного расположения духа важно помнить о простых правилах подготовки к холодам. Наш корреспондент Анастасия Остробко продолжит тему. Уже практически неделю мороз гуляет по улицам города над Бугом и области не только ночью, но и в дневные часы. По сообщениям синоптиков, устойчивый минус сохранится и на выходных. Причина – холодный арктический антициклон, который в среду начал перемещаться с севера Европы в сторону Московской области России. В ближайшие выходные осадков не ожидается, и температура, как я сказала, понизится ночью. 3-8 мороза, в воскресенье при прояснениях до минус 10, днем в пределах 0, плюс 5 градусов. Морозная погода совсем не повод для расстройства и хандры, уверяют специалисты. Осень – прекрасная пора для тех, кто умеет правильно готовиться к холодам. Внести коррективы в гардероб, меню и график прогулок совсем не сложно, а вот эффект приятно удивит. Во-первых, пришло время одеваться немножко по-другому, то есть одеваться по погоде, одеваться тепло. Тепло – это значит хотя бы двуслойно, потому что прослойка воздуха между слоями одежды прекрасно помогает организму удерживать тепло, которое ему очень необходимо. Нужно заботиться, кроме того, о том, чтобы тепло и сухо обязательно было ногам, потому что, если мерзнут ноги, снижается защитная функция слизистой оболочки носоглотки, и риск развития простудных заболеваний увеличивается многократно. Следующая проблема, которая несет с собой осень, это уменьшение продолжительности светового дня и уменьшение количества солнечных лучей из-за постоянной облачности на небе. Это тоже очень плохо, это приводит к снижению нашей работоспособности, к ухудшению настроения, поэтому тоже нужно как-то компенсировать недостаток вот этих солнечных лучей. Поэтому нужно ярче включать свет, чаще ходить в баню, в сауну, лежать на горячей печке или сидеть у камина, если у кого-то вот эти замечательные изображения человечества, до сих пор еще сохранились. Провести подготовительные работы к холодам должны и те, кто пешим прогулкам предпочитает езду на автомобиле. Владельцам транспортных средств сотрудники госавтоинспекции настоятельно рекомендуют не тянуть и переобуть своего железного коня как можно раньше. Не стоит дожидаться первого настоящего снегопада, чтобы сменить летние шины на зимние. Некоторые говорят, что у меня всесезонка. Она тоже хороша, но поверьте, из опыта зимние шины намного лучше. Напоминаю, что 16 января 2015 года вступает в силу указ главы государства, в соответствии с которым эксплуатация транспортного средства на зимней резине будет в обязательном порядке. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Строчка из песни как нельзя лучше характеризует посыл, который стоит принять на вооружение каждому, кто стремится побороть осеннюю хандру. Свой совет дают и психологи. Не стоит акцентировать внимание только на негативе. Нужно стараться как можно чаще находить в ситуации плюсы. Тем более, что осень сама помогает человеку. Щедро отделяясь лесными дарами или зазывая всех ваших друзей и близких на чашку ароматного чая долгими морозными вечерами. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговую программу на канале Бук ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. На этой неделе Брест встречал звезду мирового масштаба, победителя песенного конкурса Евровидения 2009, талантливого исполнителя и виртуозного скрипача Александра Рыбака. Норвежского музыканта с белорусскими корнями в городе над Богом особенно ждали. Наш город стал одним из четырех населенных пунктов республики, где проходил кастинг в музыкальную группу, которая поборется за право представлять нашу страну на международном конкурсе Евровидения. О том, как проходил кастинг, а также о его ярких моментах подробнее в следующем материале выпуска. Задолго до начала кастинга в фойе городского Дома культуры довольно многолюдно. Девушки совершенно разных типажей и музыкальных предпочтений буквально выстроились в очередь, чтобы услышать мнение о своем исполнении от знаменитого на весь мир музыканта Александра Рыбака и попытать свое счастье стать одной из солиста группы под руководством маэстро скрипки. Я очень люблю петь и я надеюсь, что меня заметят и хочу, чтобы меня послушали и сказали вообще стоит ли мне заниматься этим бокалом. Конечно, рассчитываю пройти дальше. Музыкой занимаюсь четырех лет, сочиняю музыку довольно-таки серьезную, пою эстраду. Очень нравится это все, я люблю очень музыку и надеюсь пройти дальше. Брестский кастинг в музыкальную группу четвертый по счету. До этого Александр Рыбак знакомился с талантами в трех белорусских городах Могилеве, Гродно и Минске. Брестские исполнительницы приятно удивили Александра. Высокий профессионализм и актерское мастерство у девушек на достойном высоком уровне. Разнообразно. Разные шанры послушал. Здесь явно хорошее музыкальное училище, потому что неважно нравится мне ли девушкин вкус или нет, но слышно, что у них хорошее образование. Ну, посмотрим. Надеюсь, еще и найду здесь девушку, которая пойдет в ансамбль. Организовать коллектив, который примет участие в республиканском отборе на конкурс Евровидения Александр Рыбак решил, написав песню, которую посвятил своей малой родине Беларуси и ее людям, добрым, отзывчивым, гостеприимным. Видение проекта уже существует. Сейчас главное подобрать лучших исполнителей, с которой смогут осуществить задумку. Я вижу улыбчивых девушек в народных костюмах, которые чуть-чуть еще подплясывают, но все в меру. Вот смотрите, сюжет песни это про то, что я навсегда тебя буду любить, мы будем везде по всему миру ехать вместе, но мой белорусский акцент навсегда останется. И акцент это значит корни мои. Вместе с конкурсным отбором в народе начали ходить слухи о том, что приехал фаворит Евровидения в Беларусь не случайно. Молодой музыкант в поисках спутницы жизни. Именно поэтому и кастинг в женскую группу. Однако, эту информацию в интервью журналистам Александр Рыбак быстро опроверг. Пока жизнь маэстро посвящена только музыке. Я чувствую, что... Ну, сейчас я сейчас холостой, сейчас мне интересно ездить. Ну, весь мир вообще-то меня приглашает. Это, конечно, большая привилегия. И когда я наконец-то в Норвегии, тогда тогда я большинство времени трачу на студию, не дома. Так что, я считаю, что это не жизнь для любви. Я не могу позволять себе ездить по всему миру и давать девушке ждать меня. Покорить Евровидение задача не из легких, уверен Александр Рыбак. Поэтому к каждому таланту нужно приглядываться. Среди исполнителей много настоящих дарований. Вкусы музыкальной публики меняются и угадать, что будет популярно в этом году, сложно. Главное, считает белорусско-норвежская звезда, раскрыть в песне настоящую белорусскую душу. Мы никогда не знаем, что публике понравится в Евровидении, так что поэтому не надо пробовать отгадывать, что сейчас современно, что сейчас будет новое, подделываться по-других. Лучше показать искреннюю белорусскую душу. Анастасия Наздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луковкин специально для итоговой программы. Накануне у жителей города над Бугом была возможность насладиться живой музыкой и необычным, но, несомненно, потрясающим вокалом солиста российской рок-группы «Звери» Романа Билок. В рамках ежегодного концертного тура по городам Беларуси ансамбль приехал в Брест, где его уже давно ожидали многочисленные поклонники. В стенах Ледового дворца, где проходило мероприятие, собралось огромное количество поклонников самых разных возрастов. Концерт прошел на яркой, позитивной ноте. Тему продолжит София Бережная. Насладиться живой музыкой и отличным вокалом в этот день собралась самая разнообразная публика. Кто-то пришел услышать песни своего юношества, кто-то стал поклонником творчества российской группы недавно. На протяжении всего выступления ансамбля на арене Ледового дворца не смолкали голоса слушателей, которые знали, казалось, слова всех, даже недавно вышедших песен. Очень любим зверей! Давно нас они не гостили! Вот пришли везти на концерт. У них свой стиль! Они зажигают молодежь! И до сих пор вот, хоть мы его нацеле, но все равно вот этот зажигательный вот этот вот маневр, да, потому что мы его очень обожаем! Он здоровский! И мы его с детства слушаем! Как вы знаете, воспоминания молодости в основном. Звери, ярко заявившие о себе впервые в 2001-м, вот уже на протяжении многих лет не перестают удивлять поклонников. На концерте в Бресте были презентованы как свежие композиции, так и уже давно известные и полюбившиеся районы кварталы, дожди, пистолеты, до скорой встречи и многие другие. Искренние, настоящие и живые тексты, тема которой близка практически каждому, запоминающиеся мотивы и необычное музыкальное оформление, вероятно, именно в этом и кроется причина такой неподдельной любви к творчеству группы. Сегодня выступила группа «Звери». Я очень счастлива, рада, что я увидела их вживую. Концерт мне очень понравился, получила массу положительных эмоций, впечатлений. Надеюсь, что они еще приедут к нам. Очень любим «Звери» еще, не знаю, там, со школьных лет своих. И мы очень рады, что они приехали в наш город. То, что нам надо ехать куда-то, то, что здесь, дома. Давно начали слушать эту группу, когда еще была маленькая, очень нравилась. Мама, наверное, слушала группу, дочка тоже слушала, вот она выросла и до сих пор слушает эти песни вместе с мамой. На самом деле, да, собирались, власти я со своими друзьями, но решила на день матери, маме сделала такой подарок, подарила билет, чтобы она вместе с нами пошла, развеялась. Выступление российской рок-группы «Звери» в Бресте яркое событие в жизни города. Свидетельство тому огромное количество пришедших поклонников таланта-исполнителей, которые на протяжении всего концерта смогли насладиться танцевальными и лирическими мотивами, ощутить драйв. Спасибо за тем, Ореши, ребята. Борь, Борь, Борь. Обдомное, спасибо. Ореши, Борь, и почаще, мы поэки, все расходят встречи. Обещаю, мы приедем к вам в следующих годах. Спасибо. Долгожданное выступление группы «Звери» не обмануло ожиданий многочисленных поклонников. В Ледовом дворце города Бреста собрались и преданные слушатели, и просто любители качественной музыки. Горячий прием понравился исполнителям, которые со сцены пообещали не раз вернуться с концертом в город над Богом. София Бережная, Сергей Куропатов, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Вы смотрели итоговую программу «Бук-Инфор», и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук-ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бук-Информ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте «Бук-ТВ.Бай». Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов, все это вы найдете на сайте нашей телекомпании «Бук-ТВ.Бай». Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями. И до встречи в эфире. В воскресенье, 26 октября, на территории Брестской области сохранится малооблачная и сухая погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы составит 1,3 градуса ниже нуля. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 6. 27 октября Брещино будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. На фоне которого ожидается поступление более теплых воздушных масс Западной Европы. Преимущественно без осадков. Местами туман. Ночью столбики термометров опустятся до отметки минус 3. Температура воздуха днем составит 5-7 градусов выше нуля.